Ливийцы. Фильм четвертый. Продолжаем делать военно-исторические модели ливийских воинов армии Карфагена в 72-м масштабе. Части модели мною собраны при помощи штыряков. Теперь переходим к более надежному их соединению посредством спаивания. Фигура у нас пластиковая, поэтому обычный паяльник не совсем подходит. Нам нужен более слабый, а именно выжигатель по дереву. Но даже он разогревается слишком сильно, поэтому его нужно периодически выключать, чтобы не испортить модель. Следите за тем, чтобы нагрев носика выжигателя позволял паять, но не сильно расплавлял фигуру. Я делаю конного воина. У данной модели две части прикреплены на штырьке, а именно голова и меч в ножнах. Чтобы закрепить ножны, я наносик выжигателя цепляю немного пластика. Когда он становится мягким от нагрева, я его наношу между телом фигурки и ножнами. Аккуратно размазываю расплавленный пластик, что приводит к спаиванию части модели. Часть воинов-ливийцев я вооружил мечами. Военного историка Хэда в его книге «Армии Македонии и пунических войн» говорится, что ливийцы использовали мечи и дротики. На барельефах соседи ливийцев-нумидийцы никогда не изображаются с мечами. А это странно, ведь боевой конь стоил дорого. Неужто у воина не было средств на меч? Ответ прост. Тактика легкой конницы не подразумевала решительного рукопашного боя. Они подскакивали к боевым порядкам противника и метали в них дротики. Врубаться в строй противника они даже и не думали, так как это было совершенно бесполезно и самоубийственно для них. Если враг бежал с поля боя, нарушив строй, то его добивали дротиками, используя их как короткое копье. Мечи были лишь у незначительной части воинов, скорее всего, ветеранов или командиров. Наконечник вот такого дротика должен быть листовидным, а не зазубренным, иначе его будет невозможно выдернуть из тела пораженного противника. Аналогом подобных воинов могут служить воины-зулусы в конце 19 века. Все воины-пехотинцы вооружены щитами и дротиками, один из которых не метался, а при необходимости применялся в ближнем бою. Небольшое число воинов-зулусов вооружались трофейным оружием или имели специальные булавы для ближнего боя. Что-то подобное, видимо, было и у ливийцев, только оружие несколько иное, а трофейным оружием выступали не ружья, а мечи. У нас ливийцы вооружены дротиками и мечами, можно с высокой долей вероятности предположить, что у большинства воинов были только дротики. У моих 24 фигурок, у девятерых мечи уже были отлиты. Четырем фигуркам я сделал мечи в ножнах, отрезав их от фигурок из наборов карфагенской пехоты и македонской фаланги от звезды. Получилось, что более половины воинов с мечами. Один меч фальката, а остальные испанские гладиусы. Такой процент мечей в войске может даже и излишне избыточен, но мне хотелось немного разнообразить модели, и поэтому я добавил мечи некоторым войнам. Вернемся к пайке фигур. Стараемся сделать стык максимально незаметным, но если это не получается сразу, то это не беда. Возьмите нож и подровняйте. На крайний случай дефекты можно будет залепить двухкомпонентной смолой, милибутом. А пока задача у нас стоит в соединении частей модели. Порой приходится слышать мнение о том, что паять бесполезно и нужно склеивать пластиковые части миниатюры специальными клеями. Тут нужно сразу сказать, что пластик, из которых отлитые фигурки, бывает разным. Не вдаваясь в название, его можно разделить по свойствам на гибкий, жесткий, резиноподобный. Большинство фигурок в 72 масштабе делаются из первого вида, так как он дешевле других. Фирма Цезарь Миниатюр и иногда Хэт льют модель из резиноподобного пластика. Малый набор звезды и несколько больших отлиты из жесткого пластика. Плюсом последним является более качественная проливка деталей фигурок. Но при этом пластик очень хрупкий и легко ломается на изгиб. Делать из него игровых солдатиков не совсем хорошая идея. Вы видите поломку оружия у фигурки, которая даже еще не снята с литника. К чему я все это говорю? Жесткий пластик легко клеится модельными клеями. При этом соединение будет надежным. Все остальные виды пластика модельными клеями не клеятся. Точнее добиться соединения деталей при помощи клея можно, но при малейшей нагрузке все развалится. Пайка частей по сути является практически единственным надежным способом соединить части моделей. Посмотрим результат. Для начала поглядим на коней. У этого коня я расплавил гриву, так как она была сделана в подстриженной по греческой моде. Видно, что я добавил желтый и немного коричневого пластика и увеличил размер гривы. Сделал локоны развивающимися на метро. Этому коню припаял хвост одномидийского коня. Перейдем к всадникам. К каждому коню соответствует свой всадник. В центре две фигурки одинаковые, но одному из них я припаял меч в ножнах на левом боку. Отряд пеших одермахидов. Вторая фигурка будет изображать командира. Ямоки приделал меч Фалькату на левый бок. Больше ничего тут не паял. Отряд воинов племени Овсеи. У первых четырех фигурок голые взяты от нумидийцев, у которых изменил прически. Последнему припаял щит к руке, так как соединение было слишком хлипким. Отряд племени Максии. Все головы припаяны. Также припаял два щита. У пятой фигурки на правом боку приклеил меч. Отряд племени Махлии. У первой фигурки напаял волосы на затылке из желтого пластика. У предпоследней фигурки в строю заменил голову. У четвертой фигурки на левый бок припаял меч в ножнах. Фигурки спаяны. Но это еще не конец работы. Мы видим, что фигурки уже похожи на левийцев, но нужно еще доделать часть экипировки. Такие как набедренные повязки, плащи, туники, ремни и так далее. Для этого нам понадобится двухкомпонентная смола милипут. Как работать с ней я покажу в следующем фильме. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Варгейм Рус, Солдатики и Моделизм. Редактор субтитров А.Семкин